Здравствуйте друзья любители хорошей музыки сегодня очередные посиделки у нас и немножко я вам покажу кое-что из своих любимых альбомов и музыкантов кого-то мы вспомним кого-то мы узнаем что-то можно и переслушать если вы давно это не слушали начать я хотел бы вот с такой группы под названием water boys то есть водяные мальчики эта группа из великобритании это третьих альбом под названием this is the sea то есть это море так можно перевести третья пластинка альбомов у них очень много работают они с 80-х годов прошло через эту группу огромное количество музыкантов там целый оркестр можно составить и в основном это все были выходцы из шотландии ирландии уэльса поэтому это отложило некоторый отпечаток на музыку группы мы там можем услышать что-то такое фольклорно кельтская и вообще такая немножко гимновая музыка чем-то напоминает youtube временами очень приятная музыка вот этот альбом мне нравится поэтому я его вам хочу порекомендовать еще раз есть на обложке мы видим троих музыкантов но если заглянуть в википедию там за эти годы а группа до сих пор существует и иногда выпускает какие-то записи просто огромное количество людей через нее прошло тем не менее музыка всегда у них была качественная так что рекомендую за вот это бойс а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok I spoke about wings You just flew You saw the whole of the moon The whole of the moon The torch in your pocket And the wind at your heels You climbed on the ladder And you know how it feels To get too high Too far Too soon You saw the whole of the moon You saw the whole of the moon You climbed on the ladder You climbed on the ladder For the wind in your sails You came like a comet Lays in your trail Too high Too far Too soon You saw the whole of the moon And you saw the whole of the moon And you saw the whole of the moon You saw the whole of the moon Это та самая из четверки сиэтловских гранжевых великих групп наравне с Нирваной, Саундгарден и Перлджем, я уже называл ее Вот это их, можно сказать, начальный первый такой карьерный альбом под названием Дёрт, грязь, наверное, перевести так можно Чем интересна эта группа? Да, многим интересно, рассказывать там очень много можно Но история такая же, в принципе, как и у большинства подобных групп Вокалист злоупотреблял героином, в результате чего умер преждевременно В общем-то, вот такая печальная история А музыка этой группы остается, замечательная музыка И должен сказать, что вот этот альбом, Дёрт, он больше такой, наверное, все-таки металлический Потому что ранние корни группы уходят в хэви-метал Музыканты играли метал И первое время вот этот отпечаток, он чувствуется, особенно на этом альбоме Когда он вышел, его очень высоко оценили критики И барабанщик Металлики поставил эту группу в один ряд с Металликой и Мутерхэт То есть вот такие были отношения к этой группе Но в дальнейшем все-таки с появлением гранжа наступила такая вроде как переориентация И группа все-таки является гранжевой в основном Вот этот альбом очень классный Я вам могу его рекомендовать, если вы не слышали Любителям тяжелой музыки Хотя любители тяжелой музыки, наверное, и так его знают А просто любители музыки, начинающие меломаны Вот это очень крутая группа Много у них записей разных Еще мне нравятся мухи в банке У них отличная есть пластиночка тоже Могу порекомендовать Такой он немножко акустический мне очень сильно Следующая это шотландская группа Тревис У Тревис вообще как бы тоже выходило много альбомов И наиболее их известная песня благодаря клипу Называется «Сынк» Не с этого альбома, а со следующего И клип крутили по MTV часто Может вы его видели Там сидят какие-то аристократы Обедают в красивой столовой И потом начинают швыряться едой Там омарами, осьминогами В общем там такой полный дурдом Все это под очень красивую музыку Это вот группа Тревис Для записи этого альбома Приглашали продюсера Годрича Который работал с Радио Хэт Это наложило отпечаток Ну вот мне кажется Вот в этой работе Они старались чем-то подражать Группе Радио Хэт Тому Йорку И это оно прям чувствуется Невооруженным взглядом И поэтому может быть многим Эта пластинка и нравится Она очень мелодичная Вот такие ребята Молодые Вообще талантливые Иногда они делали какие-то кавер-версии Я вот слышал даже на группу Queen Ну настолько талантливые и классно профессионально играют А своя музыка такая у них не быстрая Меланхоличная немножко Ну типичная для того времени 2000-х годов Это называется Том Меланхоличная музыка Меланхоличная музыка Меланхоличная музыка Меланхоличная музыка Меланхоличная музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рекомендую. Хороший альбом. Мне нравится. Следующая группа из тех же времен. Плейси была. Вот это их первый альбом. Брайан Молко. Известный гитарист с немножко женской внешностью. Вообще группа замечательная. Видите, такая большая пластинка. Фотокарточку разместили. Маленькую-маленькую. Брайан Молко. Посмотришь, она вроде как девочка. Еще глаза подкрашены. Классно играл на гитаре. Высокий голос. Вот прям люблю я вот эти два альбома. Альбомов у них прилично выпущено было. И сейчас они, по-моему, работают до сих пор. Неоднократно поезжали в Россию с концертами. Ну, вот мне не посчастливилось побывать на концерте. Сходил бы с удовольствием. Вот на этом альбоме я бы... Моя самая любимая песня I Know. Вот она. Я готов ее слушать много раз. И вот второй, конечно, альбом. Тоже Without You I'm Nothing. Без тебя я ничто. Очень классные песни. Но это не они. Это просто вот девушки тут изображены на обложке. А внутри тут, по-моему, был вкладыш. С фотографиями группы. У группы не очень складывались дела. Всегда хорошо с барабанщиком. Это всегда было трио в основном. Брайм Мока. Барабанщик. Бас-гитарист. Говорят, нетрадиционной ориентации мужичок был. Как был, может и есть. Но неважно. Музыка отличная. Музыку тут не придерешься. Очень классный гитарный ролик. Группа базировалась в Лондоне. Это все накладывало, видимо, отпечаток на музыку. С группой сотрудничал Дэвид Боу. И записывал даже, и выступал. И записывали они, кстати, вот эту песню «Визаутю и Амнасенг». Исполняли они на концерте вместе. Также группа снималась в нескольких фильмах. И даже они сняли документальный фильм о гастролях в России. Ездили по России, снимали места красивые, природу. И даже показывали его здесь, говорят, на кинофестивале. Я не видел, но говорят, интересное кино. Отличная группа. Плэсиба. Вообще это слово происходит от латинского слова «плацебо». Это таблетка-пустышка в медицине. Применяют иногда пустые лекарства. То есть пациенту дают таблетку, которая ничего, кроме мела, не содержит. Говорят, что это дорогое, хорошее лекарство. И смотрят на реакцию, что будет с болезнью. Болезнь это физическая или душевная. Иногда помогает. Ну вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Кругозор, кто не знает В СССР выпускали такой журнал Кругозор С глянцевыми страницами И там были между страницами Еще вложены гибкие Такие на пленке пластиночки Их можно было отрезать И слушать на проигрывателе И там была заметка Ассель Поль Маккартни На задней страничке Была его красивая фотография И на пластинке Было две песни из этого альбома Одна из них Называлась Госпожа Вандербильд И То, что в простонародье Потом назвали Хейгоп песня И эту песню мы с другом У меня был такой проигрыватель Мы сели и прослушали Раз 50, не меньше Не могли остановиться Настолько нас потрясла Эта простая в принципе мелодия И простой припев С прихлопами И с тех пор я просто Ну Люблю эту пластинку Здесь Ну все песни классные И джет В общем Это из творчества Винкс Наверное Самый знаковый Самый крутой альбом Хорошо записан Кстати Фотографию делали Включали прожектор Все занимали Какие-то позы Возле Какую-то нашли Там котельную С кирпичной стеной Читал я когда-то Давно Заметки Про этот альбом Группа В движении Вот так Наверное Переводится Band on the run Это мой Любимый альбом У группы Винкс КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 у маккартни гений другого слова не подберу группа кис это тоже из тех старых времен обожали мы группу кис причем больше не за музыку большего за внешность вот это такой глэм-рок с масками гримом шикарно вот здесь они просто в костюмчиках смокингах потому что альбом назывался драйс ту келту одетые убивать или что-то такое шикарные костюмы и деле а так они конечно черти во что вечно были наряжены и вот эти их образы там дракула человек со звездом инопланетянин дикий кот а этого я уже и не помню как там звали ну музыка я не скажу что прям там у них супер классная но хороший такой добротный хард-рок большинство знает их по песне i was made following you baby это из альбома 79 года династия ну вот этот такой прям хард-роковый альбомчик нормальная группа кис всегда правда вызывала немножко смущение вот это вот написание двух букв с на советском союзе это всегда вызывало негатив вот и в конце последний наверное альбомчик я вам покажу на сегодня это голландская группа golden ныринг золотая серьга это альбом 75 или 76 года я уже забыл называется он мунтон мунтон это ну лунный загар здесь такая дефолт сделан лунный загар не дай показать обложку целиком стенка большая ну вот тут какой-то астронавт с лунным загаром голый мужик здесь такая же голая дамочка или из какого-то горит и значит альбом очень хорошо записан в голландии эта группа была очень популярна в европе в америке может быть они не достигли таких прям уж крутых высот хотя там тоже их знали выпустили немного альбомов вот с этого альбома самая знаменитая их песня называется raider love но на там радарная любовь или на самая первая она найдет я не помню по моему ее часто используют саундтрек как различным фильмам пластинка наполидоре выпущена вот и возможно вы ее услышали там такой классный ритм барабаны ну такая типичная группа 70-х годов играющая такой блюз-рок но пластинка очень классная здесь используется много звуковых эффектов там отъезжающие автомобили там хлопающие двери почти пинг-флойд не пинг-флойд конечно но очень хорошая добротная запись альбом мунтом группа golden или голландия серьга из голландии вот но ознакомьтесь хорошая музыка могу посоветовать смело слушаю ее много лет и не надоело ну на этом сегодня мы наверно закончим спасибо за внимание надеюсь мы еще увидимся и о чем-нибудь поболтаем до свидания